Когда мне было 15 лет, и я копил на новенький мопед Там полбака бензии еще Ты можешь слить Куда? А есть охренительный барик, чтобы заработать быстрые деньги Всем привет, друзья! Вы вновь на канале Seek & Low И это очередная серия русского ресейла И этот выпуск мы начнем с экзекуции ушастого запорожца моего знакомого ресейлера Льва Все по классике, ставим лайк, авансом и за дело Лев, рассказывай, что за экшен? В общем, нашелся запорожец 79-го года ушастого Тут в таком прекрасном гараже, которых в Москве уже с огнем не сыщет Будем сейчас доставать, посмотрим Может даже сейчас получится по месту прокачать тормоза На самом деле, когда ты рядом стоишь, там чувствуется запах запорожца Вот даже когда рядом находишься У меня вопрос, а как его не снесли до сих пор? Это уже не призна Ватюшки! Ну, скорее всего, машина инвалидная А это уже не снесли Во! Чернота Черные номера, да, все как мы любим Скорее всего, он заведется, но у него и глаз залипает, как я понял по поведению Давайте его выкатим на свет Так, это же его инструмент, да? По-моему, его Такое лукошко Да Запор увидел свет впервые за 15 лет Такое вот у нас пожеланное крыло Воздухозаборник, точнее, это собственное крыло тоже такое Теперь его как-то надо форманеврировать Ручное управление Ну, это такое А управление чего? А, честное А, честное, что происходит? Происходит разворот запорожца Это он мобилем так решил сколы обработать, да? Да, типа под мобилем, да Больше похоже на последствия ветрянки Репанта какая Да, какая фанта просто Это уже нет 95, 96, 97 год, да Машина 79 года, у нее аварийка есть Но зато он ушастик Ушастик всегда интереснее, чем обычное мыло Если бы это было обычное мыло Мы не знаем, что это такое Если бы мы знали, что это такое Мы не знаем, что это такое У него вот здесь должен быть переключатель света И степа Раз мы переключатель света перенесли сюда И сцепление здесь Значит, у нас нет этой ноги А остальные педали есть И я не вижу дублера То есть у нас нет этой ноги И, в общем-то, все Нихуя не понял Ну, очень интересно Бывает, что сейчас проверим Бывает ситуация, что когда машина на дотке На БСК, точнее Люди думают, сейчас мы проверим тормозуху Происходит проверка Это дотка Ты всегда так проверяешь тормозуху, да? Ну, а как ее еще проверять? Сколько ты лет так уже проверяешь? Пальцы не отсохли? 5-6 Ну, да Спасибо Огонь Спасибо Опа Братья Не, в натуре класс Заебись Четко Андрей, идет, нет? Там пузырьки идут? Ты из бачка вылил Я знаю, перевело Ну, да, что-то идет Так, очень уныло Масла мало Что-то да, мало А, я не стал подливать Посмотрим Вон, справится подъем Я считаю, что мотор запора После такой длительной стоянки Не помешает промыть Ведь неизвестно, что произошло внутри За годы простоя Лично мне не очень нравится Возиться с промывочным маслом И в таких случаях Я заливаю промывочный автоэнергетик От наших друзей из Купер Он значительно повышает Моющие свойства моторного масла Отмывает старые отложения И восстанавливает термодинамику двигателя А всего через 600 километров Масло можно будет сменить на новое К слову, Купер Это далеко не только линейка автоэнергетиков С их ассортиментом смазочных материалов С медью вы можете ознакомиться По ссылочке в описании От винта Ну так Самулятор Ну да, в прошлом раз было то же самое Так что Так, поход по ништякам Лукошка Тут еще два лукошка Почти новые Упоры совковые Все закисло Его покрасили Порхозы действительно Ну это видно, что он крашен Просто грубо говоря Его могли покрасить и на заводе Так Вот так? Ну, хотя ладно, да Это перебор Если мы будем ехать 10 километров в час Он все равно не свалится Великолепный план Уолтер Надежный, как швейцарские часы Относительно живой салон Это такие уже моменты Некритичные Новая резина Только сейчас заметил Прям вообще нульцевая А какой пробег там написан? 48800 Ну это значит, что у него реально пробег 48 Плохие новости, да? Да Ну попробуйте его толкнуть сейчас А тормозов вообще нет? Обычных? Да Так запаска вроде нормальная Там вот лежит Да, это хорошее колесо Прям вообще За сколько? За сколько взял? 25? Все-таки 25, да? Да Ну дороговасенько, по-моему Ну нормальный Ну это бизнес Ну вообще льет уже поприличнее так Нормальные люди сливают банку Они на основе Я... Я не на раз How dare you? Вот эти ребята купили на 40 тысяч Ага Вот эти ребята Волгу с прицепом И с кучей всяких фигней Сень, как тебе такая ветряночка? Это не наш вариант Так, окей Че, я в этом поеду, да? Ну че, народ? Погнали нахуй! Ёбаный брод! Сень, ты верующий? Нет Да Ну че? По-моему, в самое время перекреститься Вот так же когда-то Сюда мы бегали Ребята, ребята Глаза блестели Ну че, Лев Как ощущение Могло быть хуже Могло быть лучше Среднестатистический Такой результат За 40 сольется? Вряд ли Но в данном случае Я с сильной целей Как бы какого-то лютого Ресейла не ставил У меня цель 0 плюс Just for fun Рядом живем Все, давай Счастливо Интересного полно Сем, че мы делаем? Смотрим пятерку На советском Все по классике Ну действительно Все по классике Короче Guys Мы приехали смотреть Очередной пятачок Но уже Что радует В пределах Москвы И таких повреждений Мы еще ни разу не видели Сеня Мне нужен ассистент Свет, пожалуйста В тачках вроде как ничего Но Есть one problem Сгнило все Спереди в подвеске Вы представляете? Вы хоть раз такое видели, нет? Вся балка сгнила Насквозь От нее ничего не осталось Че, Гриш? Да, это жестко Тачка у нас стоит Заполтишок, да? Тут дырочка в лонжероне Но еще герцкого салона В этот раз нет Здесь обычный коричневый Какой же замочек Салончик неплохой Покатит Вот это надо будет все красить Пацаны, оцените Какой развал сейчас Тут и такая Ты хоть раз видел Такие выгревшие кнопки? Тут панели еще Все растрескалось Вилы Вилы, вилы Какой антуражный здесь Коврик Че там? Антикоррозийная ma�데 Аааааа Так, улики Да я понял кто это Ну это типы, которые Продавали Ну да Вот это вот и попшикали Да Я вилка гнилые тачки Но балка была на месте То есть Сень, какой у нас сейчас план? Вот что ты скажешь По этому пятаку? Мне что-то не особо нравится Ну мне тоже не особо нравится Ну типа Смысл его есть брать Во-первых, он стоит в Москве Да, а нам не пришлось никогда ехать. Ну, конечно, минус в том, что нужно менять баллы. Потому что ее нет. Потому что ее нет, да. Но она есть в багажнике новой. И мы предложим продавцу 20 тысяч. Если он согласится, то мы в деле. Если он не согласится, то мы не в деле. То мы не в деле и идем домой. Да, идем нахуй. Ну что ж, попробуем, попытаем дальше. Попробуем, попробуем. Ну давай. Вот как есть, я забираю свои вещи, вывяжу. Если ты готов еще уступить, типа, видос-колеса, видос-аккумулятор, аккумулятор есть, то давай, как есть, 20 тысяч. Ну, потому что это очень прям с балкой лажу. Я же говорю, если бы был свой гараж, хотя бы сварочник, я бы и сам смог это мыслить. А как ее выключить? Я просто повернул ключ, и она не заглохла. Это норма? Нет, не прикол. Ага, я понял. Ну, короче, с замка зажигания она не выключается. Ну, мне мало. Ну, опять же, забираешь аккумулятор. Ну, аккумулятор 2 рубля, а? Ну, это хорошо, давай, 20 плюс 2 уже. Смотри, за балку еще неизвестно, кто возьмется. Во-вторых, машина будет в проекте. Это не повод отдавать ее за вас. Ну, все, давай. 22 500, да. Вот 24, да. Ну, это дорого. Ну, давай, 22 500 все, и уезжаем. Либо 22 без аккумулятора. Ну, давайте 24, ребята. Нету? 24. 22 500. Ты пожал, но я не жал. Вопрос в 2000. Аккумулятор новый. Ну? Ну, 22 без аккумулятора. 24 с аккумулятором. Ну, 22 без. Ну, я могу тебе предложить еще 24 без аккумулятора. Ладно, нет, шут, шут. Там полбака бензы еще. Ты можешь слить. Куда? По карманам? С себя, что ли? Да, можно. Красава. Смотри, 24. Что, 24? 23 нет? 24, и все. Если нет, то нет. А если вот 23 нет, мы тебе удачи пожелаем. 24, и прям вот вообще шутка. Так, парни, мы наконец приехали в Тверь. Сень, какая предыстория была у Тачки? Она на черных номерах, естественно. Так. Нам уже ее предлагали. Нам уже предлагали, да. Но она была чуть-чуть... Да, она была чуть-чуть въебанная. Не очень в состоянии. Сейчас ее сделали, наверное. Вот. Как ее сделали? Как-то. Тапка. Вот на вскидку. На вскидку. Не очень, да? Я вот тоже считаю, что не очень, потому что... Ее вроде сделали, но ценник от этого не вырос. Вообще нисколько. О, сучка. Типа в родной краске. Но она не в родной краске, скорее всего, задули баллоном. Ну, задули баллоном там неспроста, я тебе скажу. Еще написано. Автозвук Тверь. King South Street. Ясно. Зеркала колхозные. Но самое главное, почему мы приехали за ней, это черт, но та. Ну, это кувалдинг. Ну, за... Хотя бы так. Чисто кувалдинг. Самый главный двигатель, что? Ждем владельца. Да, у нас есть большие вопросы к двигателю, потому что... Потому что владелец очень неуверенно говорил про его состояние. Он что-то там заикался про клапан, да? И ничего внятного так и не ответил. 15. Сейчас машина за сколько стоит? 25. Ой, 30. В прошлый раз, когда нам ее предлагали, за сколько она стоила? 15, да? Хотелось бы, он говорит. Отдать за 20, но я думаю, мы забьем. У меня вопрос, а за сколько же они ее взяли тогда? Интересно. Что это такое, смотри? Экономибель четко Тверского парня. Здесь мы наблюдаем. Фары, как у Скайлайна. Да не иначе. Да ладно. Там проглядывает распутная женщина, между прочим, кто не заметил. Ведь кто-то старался, занимался всем этим. Тверской сельский шейвинг. Там, наверное, еще центральный замок стоит. Смотрите, какая полоса. Полоса? Вонка. Как будто мы приехали ее смотреть, покупать. А ты заметил одну деталь? Что у нее нет ручек? Возможно, их нет вообще сзади, да? Это же шейвинг, брат. Ручки отпасть из него, что ли? Или от чего это? Это как, короче, на цивиках шейвинг делали, ручки все убирали. Да, здрасте. Ну, вообще, короче, у машины стою. Едет? Сейчас он кореш позвонит, там подлеет, мол, кореш. Что, Сень, давай от винта посмотрим, стоит ли играть свеч. Что там в салоне такое? Ничего. О, руль класс. Просто песня. А сидухи как тебе, Сень? Бомба. Бомба? Семерочный стайл. Ранее семерки. Ну, это ей плюсов не дает. С артурем. Она вообще хуйня, да, работает правильно? Это печально. Вот что он сразу не сказал, что там стуканулший мотор? Ну, это идиоту понятно, что мотор стуканул. Да, Сань, короче, что, все открыли, посмотрели. Короче, движок у тебя стуканул. Ну, стуканулший движок. Все, там уже, до свидания. Что делать будем? То есть, меньше не вариант, да? Ну, дело твое, тогда давай, удачи. Идет работа на лоха, видать, да? Ну, ладно. Бля, это некрасиво вообще. Ну, да. Почему мы ее не купили? Дело в том, что все, чем она обладает, это дно. В прямом смысле этого слова. Днище – это единственное преимущество вот этого ведра. Мотора – нет. Коробка я не знаю, ходовка – не знаю. У нас это вообще не волнует, потому что даже салон у нее не комплектный плюсов, кроме днища, действительно, нет. Нафига нам ее брать, Сень? Не надо. В дверь нам ездить не надо. Не надо. А сейчас реклама. Гайс, нельзя не упомянуть нашего традиционного партнера, которому можно доверить поиск запчастей на своего коня. Конечно же, речь идет об интернет-магазине Юлсан. Юлсан – одна из крупнейших сетей магазинов автозапчастей, представленная более чем двумя стами офисами по всей нашей необъятной, в арсенале которой как интуитивный сайт, так и не менее удобное приложение, где вы всегда можете заказать запчасти для своего железного друга, а также бесплатно разместить объявления о продаже своих запчастей или даже автомобиля. Ну а если вы не знаете, какие запчасти нужны именно вам, то всегда есть возможность проконсультироваться со специалистом с помощью встроенного в сайт или приложения чат. Проходите по ссылке в описании, используя вот этот вот промокод, и получите свою персональную скидку на любую покупку в интернет-магазине. Гайз, честно говоря, я не представляю, что сейчас будет происходить, но мне позвонил Сеня и сказал, что есть охренительный варик по заработать быстрых денег. Сеня, вещай. Какой-то мужичок продает пятерку на советских номерах за 10 тысяч. Довольно в убитом состоянии, ну, судя по фотографии. Важно, дверь и непонятно, что вообще с машиной. Недолго думая, я позвонил, ответил мужик раза с пятого только, уже мужик ее продал, но мужик, который у него ее забрал, он говорит, давай 13 тысяч прямо сейчас, приезжай, забирай. Тачку уже продали, но продали ее чувакам, которые приехали ее забирать на эвакуаторе на разборку. На разборку, что у нас там? Самое главное, что у нее есть документы, а остальное сейчас увидим. Документы, совки и 13 тысяч рублей. Ну и, как нам сказали, она не гнилая. Да. Добрал. Мы это увидим. Пришли мы на металлоприем, как оказалось. Вот это поворот! Номера уже в салоне. И, ну, Тача на самом деле... Даня, надо брать. Если она поедет. Живали 1300С. Рядом еще триундель, походу, уже разбирается. Лобовое отсутствует как таковое. Салон. Привет бомжам. Крылую звезду хрен с ним. Дверь тоже. Форточки нет. Форточки нет. Чего он говорит? Он говорит, что сейчас подъедешь, дырничку дашь, документы тебе отдам и заберешь. Да, ты уверен, что стоит играть с вещь? Ну вот с этим прям. Да. Тут звезда этому, там аналогично с другой стороны. Там дерь получше. Там пол вообще целочка. Вот такое ощущение, на самом деле, что рядом что-то горело. Нет, это она очень долго стояла. Вот они. Кто? Ключи? Ага, сломали. Здесь масло в грань вообще есть? Ну сейчас гляну. Это, конечно, ну я не знаю, очень странно говорить на металлоприемке. Это масло нормальное даже, не плохое. Ну вот это, погоди, радоваться. Ее даже можно... И нам еще никто ее не отдает. Отдает. Мы ее пока только смотрим, а где владелец? Пока не приехал. Она просто, видим, в таком состоянии очень много простояла. Очень много. С номерком. Ага. 05-86, 86-го года, знаешь, надо было. По лобошу я, конечно, не скажу, какой это год. Последний осмотр в 98-м году. Год у него 87-й. Да? По стеклам, судя. Хотя второй номер найти. И тогда ее можно забирать в любом случае. У меня клобашка. Я уверен, что, ну, типа, какими манипуляциями она заведется. Но это не точно. Именно в этот момент продавец начал исполнять лютейшие кренделя. Сперва он сообщил, что будет через 5 минут и покажет нам техпаспорт. А спустя еще несколько минут он перезвонил нам и предложил следующий вариант действий. Мы перекидываем ему кэш на карточку, а он подвозит нам документы позже. Мне что-то подсказывает, что нас наеб... И в конце концов, осмотр машины окончился вестью от аборигенов, что документов у машины нет, не было и не будет. КПМ! Таким образом, в этой серии нам не удалось купить ни единого ведра. Но мы не отчаиваемся и уже на следующий день ринулись в бой. О, капец на машину, она же 90-го года. Финка на родной пятиступке. Ляля. Ну, пока... О, дворники. Ну, а чтобы узнать, что же мы все-таки купили на следующий день, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И жмите колокола, чтобы не пропускать уведомления о них. Также ждем ваши царские лайки, отзывы, комменты и подписи на наши соцсети. Если у вас есть какое-либо ведро, подходящее под наши критерии, то обязательно связывайтесь с нами в соцсетях. А на сегодня это все. До следующего русского ресейла.